Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Четыре дня до Нового года. Декабрь совсем ненадолго порадовал нас зимней погодой. А порадуют ли нас синоптики снежком? В Карачаевой Черкесии небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 3, плюс 2. В горах до 8 градусов мороза. Днем 6-11 выше нуля. И местами до плюс 5. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи 0, минус 2. А днем 8-10 градусов выше нуля. Ночью на дорогах местами гололедится. Исполнить заветную мечту, поддержать и подарить радость детям. Акция «Елка желаний» продолжает свое волшебство в преддверии Нового года. И исполняет самые заветные желания. Так, более сотни детей уже получили свои новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Корча Беджиев расскажет подробнее. «Елка желаний» – это новогоднее чудо для всех детей. И оно продолжает исполнять их мечты. Как говорится, если не верить в чудеса, то с тобой они не случаются. А значит что? Надо верить. Верить и оно произойдет. Такое маленькое чудо пришло на порог республиканского центра «Надежда». Ранее детишки писали свои пожелания о том, что хотели бы получить на Новый год. И их мечты сбылись. Машинки на пульте управления, конструкторы, куклы, электросамокаты и многое другое. Желание сотни детей исполнилось в один миг. Вот юная певица центра «Надежда» Ясмина заказал у Дедушки Мороза ролики. И новогодняя сказка стала реальностью. Но до лета еще далеко. И ролики она будет использовать в спортзале. Зимой нельзя кататься, но у нас есть большой и красивый спортзал. И там я буду кататься на роликах. С Новым годом всех, кто смотрится сейчас. Я вам желаю счастья, здоровья. Чтобы у вас было все хорошо. Чтобы ваши мечты исполнялись. И на Новый год у вас все было хорошо. Амаль долгое время мечтала о телефоне. Ведь с его помощью он сможет с легкостью делать домашнее задание. А в сетях интернет находить что-то новое и познавательное. А также дружить со сверстниками с разных уголков мира. Я хочу звонить родным, близким. И смотреть новости в телефоне. Например, заходить в ютуб. И смотреть разные ролики. С Новым годом. И чтобы у вас было все хорошо. Улыбки детей на их прекрасных лицах. Без лишних слов показывают, как сильно они рады своим подаркам. Все эти чудеса не сбылись бы без поддержки представителей власти республики. Которые присоединились к акции. Где каждый исполнил одно или несколько желаний детишек. Хотелось выразить слова благодарности от детей. От администрации учреждения. Главе республики. Правительству республики. Всем, кто принял участие в этой акции. Дети очень ждали. Раньше деткам очень много привозили подарков. Сладких подарков. Но эти подарки, которые они хотели. Наверное, им запомнятся больше всего. Принесут им пользу. И, наверное, больше радости будет и удовольствия. Все социальные учреждения, принимающие участие в акции «Елка желаний», получили заветные подарки. Дед Мороз и Снегурочка никого не упустили. Карча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. В Москве прошел всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Земля талантов». Наша юная землячка, жительница аула Хабес Белла Джумаева, стала лауреатом первой степени, поразив членов жюри выразительным чтением стихов. Как ей удается так рассказывать? Какие у нее еще увлечения? Какой любимый предмет? И какая у нее мечта? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии победительница конкурса ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Белла. Мне очень приятно сегодня у нас в гостях видеть свою тезку. Я когда тебя увидела в инстаграме, ты мне показалась побольше. На самом деле ты такая маленькая, оказывается. Сколько тебе сейчас лет? Восемь. Белл, ну у тебя такой красивый комбинезон, просто сердечко. Это ты выбирала? Нет, мне его подарили. Ну, очень красиво и тебе очень идет. Белл, ну мы сегодня с тобой, знаешь, почему же встретились? Потому что ты поехала в Москву и выиграла всероссийский конкурс. Называется конкурс «Земля талантов». Ты там читала стихотворение. То есть ты увлекаешься художественным словом. Правильно я говорю? Да. Ну, я хочу для начала узнать, как ты вот про этот конкурс узнала? Как вы готовили стихотворение? И вот чем тебе эта тема нравится? Ну, вообще вот расскажи, как все происходило в Москве. Ну, мне про конкурс сказала мама. Я, конечно, согласилась. Я люблю рассказывать стихи. И вот так. А вот тебе не сложно их запоминать? Вот скажи честно. Как ты их запоминаешь? У тебя какая-то своя методика? Или вот тебе ты прочитала и на какой-то раз уже запомнила? Ну, я вот читаю, потом несколько запоминаю, потом читаю, потом несколько раз читаю и все запоминаю. И все запомнила. Вот, видимо, у тебя хорошая память. А что касается вот школьных стихов, наверное, тоже хорошо запоминаешь? Да. Ну, мне сказали, что ты девочка очень серьезная. И это, конечно, по тебе видно. И это, наверное, и хорошо. Но для того, чтобы поехать на такой конкурс, нужна была определенная смелость. Как ты вот настраивалась? Ты знала, что у тебя все получится? Да, я знала. Кого ты там видела? Как проходил конкурс? Где вы жили? Я видела тиктокеров. Известных, да? Кого ты знаешь? Правильно? Ну, рассказывай. Что там было? Там было очень классно и весело. А вы по Москве гуляли? Да. А что ты запомнила? Что тебе понравилось? А вот когда мы на экскурсии были, нас повели на Воробьевы горы, Поклонные горы и в Красную площадь. На Красную площадь. Красиво было? Да. Ее украшали там. Уже украшали. Ну, в общем, Москва на тебя произвела впечатление. Да. А на конкурсе на самом-то с кем-нибудь познакомилась? Я познакомилась с девочками, которые с нами шли. Как ты выбрала это стихотворение? Почему именно это стихотворение? Ну, мама мне читала несколько стихотворений, мне понравилось то больше. Ты сама выбрала? Да. Угу. Ну, насколько я знаю, твоя мама тоже творческий человек, она пишет стихотворение. Да. Ну, она к нам не захотела прийти в гости? Ну, как-нибудь мы ее тоже уговорим, правда? Да. Ну, расскажи, как ты учишься в школе? Ну, я хорошо учусь. А есть любимый предмет? Да. Какой? Литература. Ну, вообще-то мне надо было уже догадаться, да, об этом. Раз ты так любишь стихи, значит, ты любишь и литературу, правильно? Да. А математику совсем не любишь? Математику чуть-чуть. Так себе. Ну, и еще ты занимаешься музыкой? Да, я на гармошку хожу. Давно? С первого класса. То есть ты сейчас в третьем классе? Да. Уже третий год? Да. А как ты все успеваешь и на конкурсы готовиться? Я знаю, что ты юная звездочка, хоть ты и скромничаешь, я знаю, что в вашем районе тебя уже все знают. Ты ходишь на конкурсы, ездишь на конкурсы, занимаешься музыкой и еще в школу ходишь. Как ты все успеваешь? Я еще на танцы хожу. А еще на танцы? А какие танцы? Это... Национальные? Да. А гармоника тоже национальная? Ну, это же хорошо знать свои традиции, обычаи. Да. Был, но я не могу у тебя не спросить. Ты... Столько у тебя увлечений. Кем ты хочешь быть? Я? Я врачом хочу стать. А каким врачом? Пока еще не решила? Нет. Просто хочешь лечить людей? Да. Помогать им? Ты сама это решила? Да. Нравится профессия? Угу. Как ты отдыхаешь? Ты все время работаешь, работаешь, работаешь в телефоне? Нет. А как? Я сначала заканчиваю уроки на продленке, потом на гармошку, потом на танцы, потом на вышивание иду. Еще и вышивание? Да. Угу. И потом возвращаюсь домой. И спать ложишься? Нет. А что ты делаешь? В телефоне играю. Чуть-чуть? Да. Тебе разрешают? Да. Ну, просто ты находка, ты одаренная девочка. Я, конечно, желаю тебе всяческих успехов. А сейчас я хочу тебя попросить, чтобы ты стихотворение, кстати, как оно называется, которое ты исполняла в Москве, читала? Симонов самый первый там. Вот я хочу, чтобы ты свое стихотворение сегодня у нас в студии тоже прочитала. Сделаешь нам такой подарок? Ну, пожалуйста, прочитай. Рассвет. Еще не знаем ничего. Обычные последние известия. А он уже летит через созвездия. Земля проснется с именем его. Широка страна, моя родная. Знакомый голос первых позывных. Мы наши сводки начинали с них. И я не даром это вспоминаю, не попросив подмоги ни у кого. Сама восстав из пепла войн и праха. Моя страна, не знающая страха, шлет ныне в космос сына своего. Мы помним все, ничто не позабыто. Но мы за мир всерьез для всех навек. И выведем на мирную орбиту. С природой в бой идет наш человек. Волнение бьет, как молоток по нервам. Не каждому такое по плечу. Встать и пойти в атаку самым первым. Искать других сравнений не хочу. Я бы тоже хотелось летать на Луну. В неразгаданный мир окунуться. И подобно красивому сну К самой яркой звезде прикоснуться. Долететь до далеких орбит. Неизвестнымся нам избелений. Где закаточный космос хранит. Многота одни обятной вселенной. На планетах других побывать. О которых наука не знает. И существ неземных повидать. Что на странных тарелках летают. Расспросить, как живется им там. Есть ли осень, зима или лето. С какой целью всегда летят к нам. На любимую нашу планету. Все о чем-то мечтают всегда. И стремятся чего-то добиться. Только космос, увы, никогда Не захочет, наверное, открыться. Молодец, я просто поражена. Ты не хочешь поехать на программу Лучше всех к Максиму Галкину? Да, мечтаю. Я думаю, что твоя мечта Обязательно осуществится. И почему-то у меня такое вот Предчувствие, что Ты, наверное, будешь актрисой, А не врачом. Потому что ты так великолепно исполняешь. Я желаю тебе Удачи В жизни И долгих-долгих лет. Спасибо тебе. И вам спасибо. Сегодня Международный день кино. Кинотеатр Чарли Порадует жителей Карачаева-Черкесии Новыми кинопремьерами И новым вип-залом. По торжественному случаю Чарли подарил всем посетителям Яркую концертную программу С аниматорами И веселыми конкурсами. Все подробности В нашем репортаже. Саундтреки к известным фильмам Звучали в исполнении Симфонического оркестра Республиканской филармонии. Невероятный живой звук Напоминал о блокбастерах, Премьеры которых прошли В кинозалах Чарли. А известные певцы Исполнили всем полюбившиеся Песни из кинофильмов. Поздравить Чарли Со столь радостным событием Пришли почетные гости. От имени мэра Черкеска Всех поприветствовал Заместитель руководителя Республиканской столицы Очемец Акбаев. Он отметил важность Нового зала, Который станет идеальной площадкой Для проведения разных событий, Фестивалей и кинопремьер. Министерство культуры России Фонд кино Активно развивает киносеть. И этот новый зал Поддержка федерального центра. Министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов Поблагодарил кинотеатр Чарли За праздник и за сотрудничество. И напомнил о Пушкинской карте, По которой с 1 февраля Можно будет ходить в кино бесплатно. Сегодня залы повышенной комфортности, Такие, как открывшиеся у нас В кинотеатре Чарли, Это, прежде всего, Возможность для Мало мобильных категорий граждан Посмотреть кино. Потому что, как вы знаете, Все остальные 4 зала, Они устроены так, Что нужно по ступенькам подниматься, И человек на инвалидной коляске Не может подняться в зал. Этот зал выполнен специально таким образом, Чтобы можно было закатить туда Инвалидную коляску, На костылях, Любому человеку зайти и наслаждаться. И вот он, торжественный момент. Всем хотелось взглянуть на зал Повышенной комфортности. Свершивая, друзья, Ваши трудные, Светки, подхваты. В чем же преимущество вип-зала? Я вам расскажу. Здесь мягкие, комфортные кресла. Почти как дома. Занимаете удобную позицию И наслаждаетесь любимым фильмом. Ну, а если вы хотите прилечь Одним нажатием кнопочки Вот так кресло раскладывается. И можно даже лёжа Наслаждаться просмотром фильма. 21 место, широкие ряды, Высококачественный, объёмный звук. И что немаловажно, Есть тифлокомментирование для инвалидов с нарушением зрения. Это подробное описание предметов, действий и явлений, Всего того, что происходит на экране. В день открытия юные зрители с огромным удовольствием Посмотрели премьеру этой зимы Сказочный блокбастер Последний богатырь, посланник тьмы. А более взрослый зритель увидел Патриотический фильм. Хочется, конечно, принять всех гостей нашего города, Нашей республики, Даже из других регионов мы готовы принимать. Приглашаем вас всех к нам в кинотеатр Провести с комфортом Или покушать наш свежий и вкусный поп-корн. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» Продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести, Карачаева, Черкесия. Хорошего всем дня и встретимся завтра. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВЕСЕЛАСНОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это самый красивый праздник. Всю жизнь я мечтала одну игрушку оттуда сорвать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Войсковой запас у нас не иссяк. Будет очень весело. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Келеп-катында, ол тұрук түрегеме да тол тұруп көб, ақсыңғанымы көрген сен. Да, тоңкин. Ну да, кардисын. Песен веру, нормально, спасибо. Тик-ток часики идут, а стрелки-носики бегут страну поздравить с Новым годом. 27, 28 и 29 декабря встречаемся на телеканале «Россия» в 17.15.